Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в программе «Хлеб на каждый день». Всем доброе утро, благословенного дня, покрова, защиты, мудрости от Бога и Божьей трапезы. Потому что, когда мы садимся за Его стол, мы питаемся небесной пищей, которая нас преобразует в небесный образ или подобие. И мы, похоже на Бога, уже на земле становимся сейчас. И это тоже для нас является одной из практической целью. Потому что, если день проходит, и мы не заметили, где нам надо преобразиться, и в чем надо усилиться, где надо подкрепиться или подкрепить кого-то, помочь другому, то мы таким образом можем потерять возможности и ресурсы. Но для того, чтобы нам это не терять, а наоборот усиливаться, то надо наблюдать за тем, как и Давид вел себя в этих моментах. Дело в том, что люди, которые пытаются отравить других, они, с одной стороны, сами этим питаются, потому что иначе бы они не имели того, что другим предлагают, а с другой стороны думают, что их это не коснется. Вот мы сейчас другого обговорим, мы сейчас другого унизим, мы сейчас другого к стыду приведем, а сами-то будем на коне, или, что называется, пройдем по головам. Давайте вспомним Амана, который был одним из первых людей в государстве, но тогда, когда он поднялся против божьих людей, превратился в жертву и достаточно быстро. И поэтому у Бога свои заключительные сцены и свои завершающие акты, которые он производит над людьми на этой земле, в зависимости от их выборов, которые они делают. И сегодня у нас есть слово 23 стиха. «Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их заподнею». Итак, трапеза сетью, мирное пиршество заподнёй. То есть они продолжают радоваться, продолжают вести вечеринки, так называемые, но Давид сейчас уже констатирует какие-то вещи. И как человек, который имеет вес в глазах Божьих, произносит то, что он хочет увидеть как Божью защиту на себя. С одной стороны, мы знаем, что мы живем уже в Новом Завете, и Господь нам предлагает благословлять врагов. Но с другой стороны, мы понимаем духовные законы. По принципам Божьим Господь сам разберется и приведет их к соответствию своих законов. Тех людей, которые пытаются желчью кормить других или поносить тех, которые в глазах Божьих являются совершенно в другом качестве. Потому что боящихся Господа Господь сохраняет, защищает и переводит на уровни высоты, куда змеи уже не заползут. И слава Богу за то, что у нас есть с вами целеустремлённость, когда мы видим, куда мы хотим попасть и куда мы хотим прийти. А прийти-то мы хотим в Божье присутствие и сесть на Его престоле. И это, кстати сказать, достаточно высокая позиция, потому что там оказываются только победители. Побеждающему дам сесть со мной на престоле. Итак, друзья, престол готов. Побеждающие – это те, которые проходят непростые участки жизни на земле и не сдаются, не начинают действовать, исходя из того, куда их вытаскивают. А вытаскивают на уничижение других, на оскорбление, на осуждение, чтобы того, кого осуждают, потом он начал делать то же самое. Да не будет этого с нами, друзья. Мы просто передаём в Божьи руки каждого, кто пытается нас сегодня оскорблять. И мы говорим, Господь, у тебя всё под контролем. И ты знаешь, и ты видишь, и понимаешь, что ты с этим будешь делать. Со стороны нас почему важно благословлять? Потому что благословляем и не пропускаем обиду. Или тогда, когда мы говорим слово благословение, это не значит, что я соглашаюсь с позицией такого человека. А это значит, когда я говорю, Господи, глаза ему открой. Это тоже благословение для него. Дай человеку вовремя одуматься и остановиться на скользких путях. Вот тогда, когда мы подобного рода вещи произносим, это и есть благословлять. То есть это не соглашаться с негативом, это не быть безмолвными, там просто да ладно, пусть что хотят делают. А мы говорим, Господь, у тебя есть пути, которыми ты останавливаешь человека в его зле. Небесный Отец, я хочу сейчас именно это и сделать. Помолиться к тебе о каждом, кто своими устами расхаживает по земле и не ведает, что творит. А мы благословляем, зная, что всемогущество твое открывает над нами твои ресурсы. Помоги нам, Господь, понимать тебя и твое сердце, чтобы благословлять прозрением, благословлять открытыми небесами, чтобы дьявол проигрывал. А люди могли приходить к пониманию и осознанию того, что у них еще есть время для покаяния. Есть возможность принести пред тобой достойный плод. Не внешние форматы, а достойный плод. И я благодарю тебя, что ты поможешь это сделать. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, до новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»